здравствуйте рады приветствовать вас на нашем канале пилотный выпуск скажем так просто мы сейчас начали экспериментировать с новым форматом до этого мы просто писали тексты большие объемные разбирали какие разные linux штуки а сейчас мы решили попробовать скажем так формат видео скринкастов будем писать видео с экрана рассказывать всякие разные интересные вещи в основном это будет про linux ну и в целом про администрирование серверов в нашем пилотном выпуске я думаю сегодня мы начнем с такой штуки которая взбудоражила вчера все linux сообщество фейсбука на самом деле о том что windows 10 строили скажем так в качестве в кавычках одной из подсистем Ubuntu было известно еще в марте там секретное соглашение какое-то по новостям это активно пропиарили позавчера народ активно стал обсуждать это как раз вчера мнение сильно разделяется пока не очень понятно хорошо это или плохо и я бы сказал даже то что толком то никто еще и не тестировал все это основном какие-то домыслы так хорошо плохо занят я сразу могу сказать что я считаю что виновата не видел но осуждаю как говорится ну что ж давайте сейчас посмотрим как это будет выглядеть по настоящему чем нам домыслы плодить все к серьезному активно в новостях стали говорить про то что Ubuntu стала доступна windows 10 после того как она появилась в магазине приложений ну хотя на самом деле это немного не так выглядит то есть если мы запустим магазин приложений вот он магазинчик кстати выглядит неплохо у них особо правда ничем не отличается от подобных в apple store у гугла такой же есть не ноу-хау пишем Ubuntu нить появилась надпись собственно приложение переходим фокус в том что получить его нельзя вот сейчас стоит creators edition по моему обновление конкретно у меня и для того чтобы получить этот продукт он надо присоединиться к windows insiders собственно windows insiders одна из программ от microsoft предварительной оценки где на вас будут испытывать всякие разные фичи и вам за это платить естественно никто не собирается бета-тест ну как в линоксе можно поставить подключить себе репозитарий с нестабильными обновлениями и посмотреть как у вас будет помогать постепенно разваливать системы и ловить разные глюки фича на любителя а но это на бесплатных линуксах на любителя зачем это использовать на платных windows не очень понятно ну естественно нам придется как бы без вариантов вам понадобится учетная запись microsoft и купленная windows естественно иначе вас потом спалят и накажут у нас все по чесноку поэтому авторизуемся и смотрим что у нас получится так ну собственно авторизовались программ предварительной оценки знаете подробнее мне кажется что вот здесь сейчас мы ничего не увидим потому что программе предварительной оценки подключается немного иначе опять microsoft перемудрила пойдем путем который я знаю переходим обновление безопасность переходим в режим программа предварительной оценки сильно интересно то все чуть появится когда-нибудь или нет скорее всего нет вы едете на так собственно выбил от получить сборки insiders preview присоединяйтесь отправлять отзывы конечно до этого то вы до них не дозвонитесь или техподдержка будет вам по ушам есть так как я понимаю произойдет связывание учетной записи мы в любом случае не сможем от этого отказаться поэтому даже если у вас была корпоративная учетная запись и раз как домена и тому подобное то все равно произойдет связывание ты что-то будешь делать то в каком еще азур вот теперь уже что-то больше на правду похоже нас интересует учетная запись microsoft да вот вот он этот режим так вот давайте только в это приложение так здесь что нибудь открылось да здесь открылась та же самая страница где нам рассказывают о том как это хорошо собственно вот там мне вот например лично не очень понятно как отсюда войти в программу предварительной оценки если бы я не знал заранее я тут не угадал microsoft все логично да так вот давайте как хотите получать предварительные сборки ранний доступ поздний сбор таки релиз превью нас интересует релиз превью вот вот перезагружаемся насколько я помню в обратную сторону отменить это уже невозможно вас записали в бета-тестера сейчас поставится куча обновлений и и все поздравляем все мы перезагрузились как бы у нас теперь наверное все готово для того чтобы посмотреть как убунту будет выглядеть windows 10 во первых проверяем все ли прошло успешно заходим назад где были программы предварительной оценки так все окей все окей все на месте центр обновления здесь будут устанавливаться обновления insiders превью в общем как бы на данный момент нас пока все устраивает идем дальше на магазин приложений где мы были поехали что мы видим получить как обычно нельзя видите чтобы использовать эту опцию вам надо перейти включить опцию windows или выключить и выбрать windows subsystems on linux кстати такая фишка уже была у них только она была немножечко не для того была она на сервере и так нам надо панель управления тоже просто пользователь вот наверно как бы не уверен что догадается скорее всего плюнет ему и не надо переходим программы и компоненты включения или отключения компонентов windows что нам надо найти тоже интересно да здесь написали windows subsystems on linux соответственно здесь это должно быть вот подсистема windows для linux устанавливаем быстренько быстренько она ставится подозрительно поехали перезагружаемся за пять минут работа у нас наверное уже четвертая перезагрузка или какая-то у меня со счета сбился все теперь как бы подсистема linux для windows установлены а как их найти поиски есть идеи могу предположить что в поиске надо будет набрать что-нибудь наподобие ну нет ubuntu нет shell нет bash bash о в этой версии компонент будет выполнена установка стрейду в ubuntu каноникова лицензирована исполнение должен быть включен режим разработчика вот вам еще один сюрприз то есть как бы жизнь они нам знатно усложняют так а как его включить кто-нибудь знает как включить режим разработчика я знаю что его можно включить а как его включить я не знаю ну google в помощь сейчас разберемся так ну собственно погуглили посмотрели оказывается ничего теперь сложного в этом нету это надо было в семерках вводить команды консольные для того чтобы активировать режим разработчика сейчас вроде бы как настройки for developers developers mode так возвращаемся как обычно все параметры обновление и безопасность для разработчиков для разработчиков режим разработчика да из пределов магазина windows да конечно такой я понимаю аналог не подписанные пакеты устанавливать в андроиде что он еще отдельным пакетом ставится подождем пошла установка как он пока ставится что-то еще таможное здесь не лазил как бы удаленную диагностику нарушение устройства так в целом довольно интересно это что беда что ли была когда-то да уж ноу-хау так все установлен включены средства для удаленной работы с рабочим столом замечательно еще в другом месте включаются будем знать переходим в наш баш то есть пошло самое интересное уже минут 15 занимаемся какой то ерундой пошла возня наконец то да загрузка из магазина windows что опять подождем не все так просто не прошло и полгода и нам теперь предлагают установить локаль на российскую ну Да, почему бы и нет Ещё подождём Подождём Так Видите новое Копимя пользователя Unix Ну, давайте будет Мы же в Windows работаем Пускай будет администратор Пароль О, мы зашли Отлично Наконец-то уже Вот теперь мы перейдём К самому интересному Так, соответственно, получается Винда у нас смонтирована В MTC Windows Логично ЛС корень Всё по-настоящему То есть, соответственно, мы имеем Что-то наподобие LXC контейнера Неплохо 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 Пока неплохо Ну, то, что здесь будет 100% работать Тот же самый Shell Это, естественно, нам надо Другое меня интересует Так, поехали сюда Так, поехали сюда Поставим цеху, чтобы удобнее было Поврагать по каталогам Аптитут вроде работает нормально Ничего не отвалилось С этим поработали То есть, да, мы имеем Какую-то контейнерную виртуализацию Внутри винды На мой взгляд Пока неплохо Сейчас посмотрим Дальше Практическое применение, конечно Сомнительное во всём этом деле Какие-нибудь скрипты автоматизации Да и то, как их запускать Придётся параллельно запускать Ещё и эту систему Как бы накладывается на Windows Получается матрёшка Единственное, что потери Скорее всего меньше Чем при виртуализации В чистом виде Скорее всего Это контейнерная изоляция Так как виртуальная машина В виртуальной машине Бы не запустилась Гипербизер этого не дал бы Так, меня интересует Дев Так, что у нас здесь есть Всё по-взрослому Вроде всё по-взрослому Дев есть Энит есть Так, что я ещё хотел посмотреть Я хотел посмотреть что-нибудь Графическое Да, запустим графику Посмотрим Есть там какая-нибудь проброска Риксов или нету Обственно, что интересовало Посмотреть, есть ли в Деве полноценное устройство Работает ли проброска графики И, собственно, как работает сетевая подсистема В масте Она не в масте И что мы будем делать Как настраивать Если мы, допустим, захотим поднять банальный ламп сервер То, что он работать будет Мне кажется, что да Он работать будет Куда он денется с подводной лодки Даже будет автозагрузка работать И всё остальное Надо будет только определиться Как сделать автозапуск От этого контейнера Преставьте Windows Пока визуально неплохо Я не сказал, что это сильно хорошо Потому что Смотрите сами Например, вам надо поднять Тот же самый ламп Вам удобнее будет взять Отдельную верталку И на ней поднять Там потери будут меньше Потому что она будет работать Напрямую с железом А здесь у вас появляется Дополнительный уровень абстракции Ещё и всё это положено На файловую систему NTFS Всякие там Advanced Excel Непонятно, как будут работать Но Вот Кстати, одна из идей Сейчас создадим Просто файлик ДДшкой Большой Создадим на нём файловую систему И попробуем её смонтировать Файл Если это сработает То значит Очень хорошо И они очень Многие подсистемы Ядра портировали сюда Я тогда скажу, что Да, это Это хорошая вещь Если не сработает То я скажу, что Да Тот же самый Цигвин Только немного допиленный Ну, посмотрим Так Для чистоты эксперимента Возвращаемся в пользователя назад Делаем экстерму Так, дисплея естественно нет Ничего не пробрасывается Ну, и вообще В принципе Это было логично Потому что Там используется Подсистема X-Windows У винды Совсем другая Наверное Теоретически Можем установить X-сервер Тем более Что он есть Там Отличная реализация Иксов Для винды И Пробросить Ну, давайте Для Скажем так Успокоения Совести Проверим Дисплей 0 Дату X-Term Нет С дисплеями понятно Что не сработало Изначально было понятно Что не сработает Теперь С файликами Монтированием Меговый файл Создадим Просто Кстати Дополнение Работает Это хорошо Так Создали Отлично КФС X-T4 Создаем Так Преотип Создалось Да Не могу Нет Не могу А Ну тут видите Еще как-то Непонятно У них все RLXC О RLXCFS Что они Правда Они на RLXC Все сделали Все таки Что ли Так Ну если это Понятно Все В общем Короче Это монтирование Точно работать Не будет Еще Мне кажется Что не будет Всякий Фуз Работать Давайте В конфиг Посмотрим Что у нас Здесь есть Какой-то Штуальный Интерфейс Непонятно Так Что у нас Винди Самой Тоже Виртулка С какой-то Такой же Сети Сейчас Посмотрим Сверим Здесь 0215 Здесь 0215 Да Тут Тут даже И как бы Не мост Что-то непонятное Они соорудили Так Ну давайте Проверим Как будет Изнутри Контейнера К внешним ресурсам Я думаю Что проблем Не будет С доступом Тем более Как мы видим Исходящий Трафик Вполне Себе Ходит А пакеты Устанавливаются Из Xenial Updates И Xenial Собственно Main Поэтому Tssh Клиент Здесь Вполне Себе Полноценный И это Гораздо Лучше Чем Пользоваться Тем же Самым Пути Который Еще и Со своими Какими-то Форматами Ключей Работает Непонятными Черт с ним Вот Допустим Вот это Мне нравится На Исходящие Подключения То Что Она Ограничена LX Цехой И Контейнером Как мы Сейчас Поняли Это Тоже Хорошо Значит Особо За пределы Контейнера Не вылезешь Как Вводить Контейнер Я думаю Можно Думаю С этим Поработали Ну Получилась Неплохая Контейнерная Виртуализация Очень Удобно Теперь Можно Не Запускать Полноценные Виртуалки И Как-то Там Для Разработчиков Я думаю Эта тема Подойдет Сейчас Мы Правда Убедимся Работает Ли Там Да Ни Одного Сервиса Не Запущено Вот Это Плохо Кстати Это Очень Плохо То есть Получается Что Ничего Не Запустилось Мы Просто Авторизовались И Сам По Себе И Не Работает Это Получается Даже Не Контейнер А По Сути Какой-то Недоделанный Чинг Рут И Не Факт Что Тот Ж Самый Джонкстейк Влетит Да 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 Ну В общем Понятно И Ни Тонет Ничего Нет Поэтому Толком Ничего Работать Не Будет И Ну Баловство Баловство Я думал Хотя бы Собственно Они полноценно Запустят Да Да Её даже Перезагрузить Нельзя Фактически Это Даже Не Контейнер Как Вы Понимаете Это Чрут Со Всеми Его Проблемами Деф Настоящий Монтировать Ничего Нельзя Побаловаться Можно В общем Балуйтесь Это Несерьезно Я думал Что Можно Будет Использовать Разработчикам Это Даже Разработчикам Использовать Нельзя В общем Зря Его так Нахваливали Это Так Просто Шутка Прототип Зачем Обзор Заканчиваем Я думаю Теперь Всем Стало Понятно Что Это Так Побаловаться Поиграться До свидания До Следующих Встреч Друзья Продолжение следует... Продолжение следует...